МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Все классы остаются на своих местах. Идет звуковая учебная эвакуация. Никто из классов не выходит. Школы проверили на антитеррористическую безопасность. Позволит наиболее точно приближаться к патологическим очагам в области головного мозга. Новое оборудование для нейрохирургов появилось в Московском областном центре охраны материнства и детства. Самое древнее, самое интересное, те раскопки, которые проводились на территории Люберецкого района в 60-70-х годах. Где можно познакомиться с историей округа, смотрите в нашем сюжете. Прикольно. Тут поле очень хорошее. В Краскове открыли обновленный стадион. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Начальники управления представили отчеты о проделанной работе. В управление жилищно-коммунального хозяйства поступило 6434 обращения. Большая часть вопросов связана с теплоснабжением. Сегодня в округе работают все котельные. Да, поступают обращения. Уважаемые жители, есть за воздушке стояков отопления. Оперативно решается данный вопрос с лесарями управляющих компаний. Выходим, все обращения закрываем. Плановые работы ведутся и на дорогах. Уборка остановок и проезжей части, очистка ур, напиловка аварийных и сухостойных деревьев на Егоревском шоссе. С 13 по 20 сентября задействовали 34 единицы спецтехники. Хорошая новость. Удалось включить в док-план Егоревское шоссе со 2 по 5 километр. С четверг собственными силами приступаем к ее ремонту. Оперативное совещание завершили на торжественной ноте. Заместителям главы городского округа Михаилу Криворучко и Андрею Сырову вручили ведомственные медали от Люберецкого подразделения Росгвардии. Айтад Шчерагова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Образовательные учреждения Люберец проверяют на антитеррористическую безопасность. Внеплановые рейды проходят на территории всего городского округа после трагических событий в Перми. Наша съемочная группа присоединилась к проверке в 20-й гимназии. При входе в гимназию охранник требует документы. Через строгий контроль проходят не только сотрудники СМИ, но абсолютно каждый, кто переступает порог общеобразовательного учреждения. Система безопасности в 20-й гимназии прошла масштабную модернизацию. В этом году здесь установили новые турникеты и домофон. Каждый ученик будет заходить в здание по электронной пластиковой карточке. Выход из гимназии самых маленьких воспитанников только в сопровождении учителя. Родители в здание учебного заведения не заходят. Они располагаются при входе улицы. Преподаватели начального звена выводят детишек из учебного заведения, отдают родителям. Если возникают у родителей какие-то вопросы, при входе есть домофон, который могут связаться с предсоставом. Налажена работа с Росгвардией. Готовность сотрудников ведомства прийти на помощь проверили на месте. Заодно отработали весь алгоритм действий при внештатной ситуации. Все классы остаются на своих местах. Идет звуковая учебная эвакуация. Никто из классов не выходит. Бойцы Росгвардии прибыли за считанные минуты. Экзамен по обеспечению безопасности учащихся и коллектива гимназии сдан на отлично. Установлены и рамки металлодетектора, и скуд в обязательном порядке. Система контроля управления доступом. Физическая охрана у нас круглосуточная на этом объекте. Конечно, есть кнопки тревожной сигнализации. Все системы работают в штатном режиме и функционируют в удовлетворительном состоянии. Безопасность на объектах образования – вопрос, который держат на особом контроле. Подобные проверки проходят в округе регулярно. В поле зрения не только школы и детские сады, но и средние учебные заведения. Уизея и Геозарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В стационарное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства поступила партия нового оборудования. Медицинская техника предназначена для нейрохирургических операций. О ее возможностях нашей съемочной группе рассказали врачи детской больницы. Фиксируются вместе с анестезиологическими трубками, со стерильным бельем, инструментарием и начинается операция. Во время сложных нейрохирургических вмешательств важно каждое движение. Голова пациента должна быть четко зафиксирована и не сдвигаться ни на миллиметр. Справляться с ювелирной работой врачам поможет новое оборудование – интероперационный головодержатель и ультрасовременный микроскоп с высокоточной оптикой. Позволит наиболее точно приближаться к патологическим очагам в области головного мозга, что сократит время исследования головного мозга интероперационного. А еще новый микроскоп позволит проводить любые виды нейрохирургических операций. Раньше сложных пациентов со всей Московской области везли в столичные клиники. Теперь всю необходимую помощь готовы оказать в Люберцах. Конечно же, мы работаем очень плотно с Минздравом Московской области. В поле зрения всегда держит, что касается медицины, губернатор Андреевич Воробьев, потому что все эти вопросы решаются, когда есть такой общий подход, когда есть какие-то общие требования. В целом этот год оказался урожайным на новое оборудование. Высокотехнологичная медицинская техника поступила в отделение хирургии новорожденных и в реанимацию. Комплектация нейрохирургического блока продолжается. Это первая партия оборудования. Часть оборудования, вы видели, стоит еще пока в ящиках. Оно еще не распаковано. Должны приехать представители фирмы распаковать это оборудование и ввести его в строй. И до конца октября мы получим полный перечень оборудования для отделения нейрохирургии. Помощь маленьким пациентам здесь оказывают в круглосуточном режиме. Детское отделение нейрохирургии Московского областного центра охраны материнства и детства – единственное в столичном регионе. Уизия Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В поликлиниках округа проходит углубленная диспансеризация пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Эта услуга входит в программу бесплатной медицинской помощи. Как ею воспользоваться, узнал наш корреспондент. У меня резко закружилась голова. Я почувствовала помутнение, то есть слабость резко. Хорошо, что в этот момент я находилась у себя дома. Когда на следующий день поднялась температура, а потом через сутки пропало обоняние, сомнений не осталось. Это ковид-19. На тот момент вся семья Татьяны Нестеровой уже была заражена коронавирусной инфекцией. Несмотря на сильный иммунитет, избежать коварной болезни девушке не удалось. Я заболела в мае месяце этого года. Болезнь протекала так, что у меня держалось несколько дней температуры. Я чувствовала слабость долговременную. Я чувствовала сильную усталость. Также у меня болела голова. Такое состояние у меня длилось в течение нескольких месяцев. Болезнь уже отступила, но до сих пор дает о себе знать. Временами накрывает слабость, не хватает энергии, а боняние не восстановилось. Узнав о том, что в поликлиниках проходит постковидно-углубленная диспансеризация, Татьяна Нестерова воспользовалась этой возможностью. Проверить свое здоровье могут все жители старше 18 лет. С момента выздоровления должно пройти два месяца. Это дополнение к общей диспансеризации включает в себя стурацию, насыщение крови кислородом, это спераметрия для всех, это 6-минутный тест ходьбы, флюорография или рентген органам грудной клетки в течение года, если не делался, и общий анализ крови, и биохимический анализ крови более расширенный, чем при обычной диспансеризации. Ковид может оставить после себя неприятный отпечаток. Углубленная диспансеризация поможет вовремя выявить обострение различных хронических болезней. И особенно актуально для тех, кто уже ими страдает. Обследование можно пройти во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы. Программа стартовала с 1 июля текущего года. За это время около полутора тысяч жителей округа воспользовались новой услугой. Записаться на диспансеризацию можно через колл-центр в самой поликлинике или через портал госуслуги. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В третье воскресенье сентября во всем мире свой профессиональный праздник отметили лесничие. Бережно следят за сохранностью леса не только мужчины, но и женщины. Это доказывает Екатерина Веселова, сотрудница Малаховского лесничества. О своей необычной работе девушка рассказала нашей съемочной группе и поделилась советами, как не заблудиться в лесу, отправляясь за грибами. Екатерина Веселова часто вот так одна ходит по Малаховскому лесу. Но не просто гуляет, а следит за состоянием деревьев. Такая у нее работа. Девушка признается, что одной ей совсем не страшно. В лесу чувствует себя умиротворенно, как нигде. Он сказал, что здесь такой принцип – если ты боишься, лучше не садиться. Если ты чувствуешь в себе силы и чувствуешь себя уверенно в любом действии, то уже и бояться не стоит, и все будет хорошо. Такие наставления давал Екатерине ее отец. Именно по его примеру девушка стала лесничим. Любовь к природе у нее с детства. Маленькой девочкой она видела, как папа рисует карты леса. Вместе с ним делала обходы. Теперь сама разбирается в породах не хуже опытных лесников. Хотя и работает всего два года. В свежем воздухе в лесу. Я вот когда, например, в лесу хожу, и у меня сердце радуется. Я смотрю на эти все там листики, деревья. И мне очень нравится. Я прямо душой как бы отдыхаю. Лесничие – в первую очередь хранители леса. Их главная задача – определить больное дерево и как можно быстрее его ликвидировать, чтобы оно не успело заразить соседние. Иначе может пострадать весь лес. Для того, чтобы привести лес в нормальное, в хорошее состояние, в каждом лесничестве проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия. Этой штукой, вилкой определяется диаметр дерева. Затем больное дерево помечают под вырубку. В сентябре у лесничих появляется и другая забота – грибники. А точнее, те, кто заблудились на природных тропах. В первую очередь оповести всех своих близких, куда вы собираетесь, и зачем, и насколько, чтобы ваши близкие были в курсе. И на случай того, что вы потеряетесь, близкие сразу могли отреагировать как-то и позвать на помощь. И второе правило – яркая одежда. Чем ярче, тем лучше. Сливаться с природой можно только душой, но не внешним видом. А лесничие часто сами выводят потерявшихся из леса? Да, лесничие тоже зачастую нам звонят, пишут, что потерялись в лесу люди. А поскольку лучше лесничего лес не знает никто. Даже ночью у нас один лесничий выводил из леса дедушку, который также пошел за грибами, заблудился. Но, слава богу, все закончилось благополучно. В подмосковных лесах в сентябре заблудились 335 человек. Это только по официальным данным. По словам лесничих, заплутать очень легко. Отправляясь за грибами, нельзя уходить глубоко в лес. И нужно запоминать дорогу. Тогда искать никого не придется. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. От эпохи динозавров до советских времен. Так представлена история округа в Люберецком Кривейческом музее. Недавно здесь открылись новые экспозиции, которые посетила наша съемочная группа. Ольга Засыпкина, главная хранительница музейных ценностей, с радостью рассказывает об открытии новых залов. Такой подарок музей сделал жителям округа ко дню города. Здесь выставлены древнейшие экспонаты, которым 150 миллионов лет. Все они были найдены в Люберецкой земле. Это зал археологии. Конечно, самое древнее, самое интересное. Те раскопки, которые проводились на территории Люберецкого района, 60-70-е годы. Приезжали академики, смотрели, искали. Благодаря раскопкам ученые выяснили, что миллионы лет назад на территории Люберец было морское побережье. До сих пор в недрах Люберецкой земли находят ракушки. Самый ценный и необычный экспонат выставки – череп шерстистого носорога. Сохранился полностью. История этой находки потрясающая. Нашли совершенно случайно, когда копали колодец. Нашли. Жители Люберец. Люберцы в то время были, действительно, было очень много своих домов. И копали, находили и приносили. Пройдя пару шагов, перемещаемся в 50-60-е годы прошлого столетия. Время научных открытий и покорения космоса. Когда самым популярным человеком в стране, да и в мире, был Юрий Гагарин. В тематическом зале музея представлена одежда первого космонавта. Рубашка Гагарина, фуражка Гагарина, которую действительно передали. Его семья передала хранение именно в наш музей. В музее даже есть фото Юрия Гагарина в Люберецком училище. Из космического пространства заходим в типичную советскую квартиру. Все предметы вроде бы те же, что и сегодня, но выглядят совсем иначе. А некоторых уже нет в современном быту. Хотела специально для вас показать. Банка. Да, да, для молодежи. У меня дочь говорит, я не знаю, что это такое. Я говорю, это банка, которой лечились. Еще комод конца 19 века, первый советский телевизор и даже пылесос. Все вещи передали музею жители округа. Кресла хотели выбросить, но сотрудники музея вовремя это заметили и сохранили. То, что могло оказаться на свалке, стало экспонатом. Исторических предметов накопилось так много, что в планах открыть еще один зал советских времен. Анна Слайковская, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Обновленную детскую площадку торжественно открыли в Краскове на улице Карла Маркса. На придомовой территории установили новые игровые элементы и спортивные сооружения. Такой подарок попросила жительница поселка, 9-летняя Ксения Лукина. На днях она установила шестой рекорд мира по подтягиванию на перекладине. Теперь мест для тренировок стало еще больше. На новой спортивной площадке юная Ксения Лукина готова заниматься хоть каждый день. Главное, чтобы позволяла погода. До этого тут были только парочку дурников. Они были кривые, брусьев вообще не было. А вот тут вот, там были такие рукоходики для детей с горкой. Для успешной спортсменки этого было, конечно, недостаточно. В конце прошлого года Ксения попросила установить рядом с домом новые турники и снаряжение. Сделали даже больше, дорожки сделали, опилили деревья. Еще фонарь обещали нам поставить здесь и дополнительные. Здесь и взрослая площадочка по высоте видно, турники, брусья, мешок боксерский. Новая площадка стала подарком для жителей всех окрестных домов. Вместе со спортивной зоной обновили игровые элементы. Занятия по душе могут найти дети разных возрастов. Я хочу, ребята, вам сказать, что вы занимались спортом, здоровьем, учились отлично. Хорошая площадка, нам нравится. А еще бы побольше таких площадочек, где центральная рядом со школой, там не хватает такого спортивного уголочка. Во время торжественного открытия площадки Ксения Лукина выполнила упражнения на новом турнике. За один подход она может подтягиваться 50 раз. Следом за рекордсменкой выстроилась очередь из желающих попробовать свои силы и научиться делать так же. Уиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал НРТ. В Люберцах открыли первый футбольный манеж «Олимп». Спортивная арена появилась на территории лицея номер 42. Днем-то проходят школьные уроки физкультуры, вечером футбол для всех жителей округа. На открытии побывали и мы. Первыми испытали новое поле игроки школьных команд 42-го лицея. Юные футболисты сразились в матче «Открытие» и со знанием дела оценили новое спортивное сооружение. Превосходит многие другие поля тем самым, что тут идет совмещение маленького поля и искусственного газона. То есть это мини-футбол, но с искусственным газоном. То есть на самом деле таких полей очень мало. Вообще я думал, что тут будет мини-футбольный зал. Но потом, когда я увидел, что это искусственное поле, мне очень понравилось, потому что я очень люблю футбол. И мне нравится такое поле, на таком поле играть. Поддерживали игроков преданные болельщики. Зрительские трибуны рассчитаны на 70 мест. Безопасность зрителей охраняет защитная сетка. В холодное время помещение отапливается. Такой спортивный объект первый в округе. Я вам скажу по секрету, именно на школьной территории этот объект первый во всей Московской области. Как-то так получилось, что я первый раз сегодня на этом объекте. И мне очень понравилось. Вам, ребята, это нравится? Днем в Манеже проходят школьные занятия. А вечером и выходные дни – дополнительные спортивные секции для всех желающих. Мы очень тщательно подходим к выбору инфраструктуры для тренировок детишек. И мы много просмотрели залов в Люберцах. И остановились именно на этом Манеже. Потому что, во-первых, понравился размер, впечатлили. А во-вторых, именно качество искусственного газона на высоком уровне. Размер игрового поля – 32 метра на 18. Раньше на этом месте была хоккейная коробка. Жители ею почти не пользовались. Теперь футбольная арена, где можно тренироваться и забивать голы круглый год. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Задача гимнасток – показать историю за полторы минуты. На 11-м турнире «Осенний триумф» мини-спектакли на ковре представили две сотни спортсменок из Москвы, Московской области, Новосибирска и Мурманска. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Команда из «Люберец» в программе мастеров спорта использует сразу два предмета. Ленты и мячи символизируют любовь, которую трудно завоевать. Выступать в групповых упражнениях – задача не из легких. Но Анна Мешкова предпочитает командную программу. Лично в программе ты можешь доверять только на себя. В групповых упражнениях ты полагаешься на своих подруг и причастниц групповых. И ты им доверяешь. Художественной гимнастикой девочки занимаются с 4 и 5 лет. Это лучший возраст для старта. Кости еще не окрепли и можно легко развить гибкость у ребенка. Но стать лучшим в спорте помогает не только физическая подготовка. Спорт – это ведь не просто тело. Мы очень много с детьми общаемся, рассказываем. Мы много с девочками во время тренировочного процесса стараемся посещать культурные мероприятия. И когда мы уезжаем на сборы, мы тоже не только 8 часов в день по 2-3 тренировки делаем, но мы еще посещаем места. Внешний вид, предметы и элементы. В художественной гимнастике учитываются все детали. Смотрят и оценивают спортсменок 4 бригады судей. Бригада техники, бригада исполнения, бригада трудностей предмета и тела. Вот 4 бригады. И артистика. Мы не имеем возможности делать, допустим, украшения на лицо. Мы не имеем возможности делать украшения какие-то на ноги. То есть когда избыточное, как и недостаток украшения, так и избыток. Ну, я не буду сейчас вдаваться глубоко в правила. Но есть соответствующие за это сбавки. Программу мастеров спорта Люберецкая команда выполнила успешно. Спортсменок ждет Всероссийский турнир по художественной гимнастике, который состоится в октябре. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В поселке Красково открыли обновленный стадион «Электрон». Как оценили новое футбольное поле юные спортсмены, смотрите в нашем сюжете. Спортсмены давно ждали этого события. Юный игрок команды Люберцы Марк Мабо занимается футболом уже 7 лет. За это время он соревновался на разных спортивных площадках. Новое поле на стадионе «Электрон» считает одним из лучших. Я всегда хотел искусственный газон, и вот нам сделали газон искусственный. На нем, когда будет дождь, не будет грязь, грязяные разводы, лужи. Ну, даже лучше прошлого, ворота хорошие. Реконструкцию стадиона начали в июле этого года. Футбольное поле полностью обновили. Постелили искусственный газон, нанесли разметку, поставили новые ворота и раздевалки. Поле хорошее построили. Новое покрытие, лучше играть в футбол. Красивый, нормальный стадион. Поле больше всего понравилось. Прикольный, тут поле очень хорошее. Для болельщиков тоже улучшили условия. Расширили трибуны, теперь они вмещают 500 человек. Обустроили дорожки для пробежки. Все для комфорта. Поэтому я пожелаю искренне всем спортсменам, всем жителям Красковьи, округи, здесь получить удовольствие спорта, от общения с друг другом. Здесь вот молодые ребята, футболисты. Я искренне желаю, чтобы кто-то из вас стал чемпионом мира. Такие есть желающие? Да! И я уверен, что вы будете чемпионом мира. В честь праздника на новом футбольном поле провели турнир на Кубок Открытия. В нем померили силами четыре юношеских команды округа. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберцы растят чемпионов. Уже не один люберецкий самбист завоевал призовое место на соревнованиях области и страны. Юрий Рогачев стал бронзовым призером на первенстве России. О том, как готовят чемпионов в округе, смотрите в нашем сюжете. Подготовка к тренировке начинается уже в раздевалке. В самбо важно даже, как завязан пояс. Это первое, чему учат борцов. Пояс должен крепко держать кимоно, но не сковывать движений. Ну, чтобы пояс не развязывался. Самый распространенный – это вот. Теперь можно приступать к приветствию и разминке. Равняйсь смирно. Направо. Самбо или самооборона без оружия разделилась на два направления – спортивное и боевое. Тренер Андрей Лицко готовит спортсменов по боевому самбо. Сам он мастер спорта по дзюдо и боксу и кандидат в мастера спорта по самбо. Боевое там практически можно бить любыми частями тела, коленей, головой, воктями. В боевом самбо есть удерживающие, в спортивном их нет. Спортивное самбо – это борьба. В боевом основные приемы – удары, поэтому важна защитная экипировка. Защитный шлем для защиты головы и височной части, специальные перчатки для защиты рук от травм и накладки на ноги для защиты голени и голеностопа. Именно по боевому самбо стал призером Юрий Рогачев. Спортсмену 18 лет. Он стал первым на отборочном турнире и третьим в первенстве России. В своем последнем бою я победил благодаря передней подножке. В спортивную секцию Юрия Рогачева привели родители в 6 лет. И юноша полностью увлекся самбо. Четыре года назад выбрал боевое направление. Больше нравится руками махать, ногами. Побольше адреналина испытываешь на соревнованиях. Чтобы достичь каких-то результатов, надо очень много тренироваться и не жалеть себя. Спортсмен тренируется пять раз в неделю. Все лето проводит на сборах. Помимо самбо занимается рукопашным боем и дзюдо. Боевые искусства воспитывают волю к победе. Прежде всего характер. Я вот детям стараюсь дать именно то, чтобы не сдаваться. Даже если он потом не будет заниматься самбо, характером он как бы останется. Главная цель спортсменов – стать мастерами спорта и завоевать олимпийскую медаль. Самбо планируется ввести в число олимпийских видов с 2028 года. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин